добрый день уважаемые зрители сегодня мы продолжаем наши встречи сергеем сягачёвым автором блога перископ.ru и специалистом по транспорту мы уже рассмотрели целый ряд тем и сегодня мы поговорим о баме добрый день сергей добрый день рад видеть тебя в студии взаимно бам да значит история вообще какая за ним такая противоречивая история говорят что то ли нужен то ли не нужен то ли просто очередной мега проект советского союза который так сказать только деньги в трубу спустил что вообще за этим словом стоит но есть такая точка зрения безусловно что это бессмысленный проект который ограбил советский союз там на 17 миллиардов рублей конечно это совсем не так но начнем все-таки с общих характеристика что такое бам в разное время под ним понималось разное содержание когда-то давно когда бам только намечался к проектированию это было трасса северная трасса через сибирь на к тихому океану рассматривался когда-то северный вариант через северо-байкальск нынешний который бы проходил затем более коротким путем к тихому океану к владивостоку альтернатива транссиба в тот момент она не состоялась потому что была гораздо дороже и была признана нецелесообразной но это это был еще конец 19 века вопрос был надолго отложен и возник он уже начале тридцатых годов а точнее после истории с захватом к вжд в 1929 году практически возник уже в советском союзе заговорили об этом проекте который стоит осуществить в те времена до 30 до конца 1932 года под бамом понималась линия которая идет от самой верхушки транссиба когда он огибает китай от станции сковородино рухлого тогда называлась выходит на север и проходит к порту советская гавань через север амурской области середину хабаровского края выходит к портам тихого океана это был так сказать более короткий вариант бама и тогда он именно так и назывался этот 1932 год и тогда же возник и созрел проект чтобы вам нужно строить более капитально и чтобы он был полноценным дублером транссибу они только дублировал его какую-то часть чтобы его можно было не перерезать и концу тридцать второго года начала тридцать третьего под бамом стало пониматься то что мы сегодня и называем байкала амурской магистрали эта трасса по маршруту тайшет братск северный берег байкала тында ургал комсомольск на амуре советская гавань который бы выходил к тихому океану имел свой выход и был бы дублером транссибирской магистрали так вот нынешний бам по этой трассе который сейчас мы имеем полностью построенным составляет четыре тысячи триста километров без небольших там километров с точностью до 15 километров вот дорога гораздо сложнее чем транссибирская магистраль она проходит не просто по горам пересекают несколько горных хребтов она еще и затрагивает зону вечной мерзлоты в достаточно серьезной степени протяженности то есть вечно мерзлотных участков там довольно таки много больше половины а трасса реки пересекает 11 крупных рек а это значит больших мостов всего мостов больше двух тысяч там но население в этой зоне конечно небольшое вот и туда население приходилось вербовать и привлекать ты сейчас проехал по ней да буквально недавно ты месяц назад я осуществил железнодорожную поездку по маршруту петербург москва бам а ям а ям это амура якутская магистраль это ответвление бама получается получается да перекрестное ответвление и достиг по железной дороге города якутска который раньше был нежелезнодорожным то есть вот увидел своими глазами то как в каком сейчас он состоянии и проехал по абсолютно новой дороге новой амура якутской магистрали которая идет от бама на север еще на тысячу километров как тебе сейчас вам сейчас на баме активная стройка это видно любому пассажиру который не поленится посмотреть за окно во первых там очень много перекладывается путей со старых деревянных шпал на железобетонные это первое таких перегонов очень много второе строится несколько двухпутных перегонов то есть бам у нас до реки лена двухпутный а затем он идет однопутный а почему такая была выбрана исходная структура выбрана было вот почему на реке лени где город устькут были устроены там находится порт осетрова и устроены большие даже огромные склады для северного завоза на весь магаданский север на и на якутию этот порт с его складами терминалами тянется километров на 15 вдоль лены он реально огромный для речного порта и вот посчитали что до этого пункта где начало северного завоза туда будет много грузов а дальше будет грузов меньше поэтому строить второй путь вроде бы как не целесообразно но мы будем делать опоры под мосты на два пути а строить по одному мосту а потом когда может быть наступит такое золотое время освоение вот этих вот богатств мы положим второй путь и у нас уже готовы основания для всех мостов а ну и насыпь естественно тоже отсыпано а насыпь отсыпали тоже на 2 бы с запасом до нас и подсыпали с запасов вплоть до тынды то есть тында это центральный пункт столица бама дальше тынды восточнее идет уже уж совсем глухие края где уже совсем мало кто живет и там уже был просто просто однопутка кроме того бам имеет несколько соединений с транссибом перпендикулярных которые тоже строились в основном в 30-е годы это от станции известковая до ургала есть пересечения естественно комсомольск волочаевка это была одна из первых строек индустриализации освоения дальнего востока вот эти пересечения они дополнительно то есть можно перенаправлять например трафик вот помимо стратегического значения бама да как отодвинуть так скажем ключевую артерию от границы какие еще преследовали цели его строительства цель народно-хозяйственная она в общем довольно таки простая и понятная для государства взять из недр которые принадлежат стране ценные ресурсы металлы и месторождения разработать то есть как народно-хозяйственная цель она была наверно такой же если даже не больше чем стратегическая хотя стратегическая цель хотя и не высказывалась явно в печати в открытой конечно она была понятна всем наблюдателям внимательным но тем кто принимает решение она играла роль в общем-то очень серьезно вот и таким образом бам это все-таки у нас не обуза а это путь к новым богатством это путь к освоению части своей территории которая вообще была не освоена никак вдоль нее лежат достаточно много крупных месторождений и угля и меди и олова и редкоземельных металлов самые разные но туда нужно естественно было протянуть свою руку транспортную и вот какие-то построить ветки и доставать эти богатства для того чтобы они работали на страну а насколько это сейчас уже реализовано или только еще предстоит это все делать кое-что реализовано ну мы возьмем если так называемый малый бам то вот пересечение построена от транссиба станция бамовская тында беркакит вот конце семидесятых годов построили городу неренгри как раз вот этот вот перекрестное пересечение малый бам у него было имя и там находится один из крупнейших мире угольных разрезов в городе неренгри то есть угли уже загружают байкало-амурскую магистраль эти неренгринские угли они работают кроме этого у нас там еще есть удаканское месторождение меди есть еще угольные копии где можно добывать то есть туда ветка построена что-то уже сделано что-то мы уже из недр достаем но тут надо сказать что бам строился в несколько подходов сейчас мы чуть поподробнее об этом скажем и вот между после третьего подхода брежневского был такой период упадка очень серьезный когда бам практически замер вымер оттуда начало бежать население и зона расселения там сократилась практически в два раза то есть целые мертвые поселки есть они и сейчас видны из окна которые люди просто бросили и дорога работала она возила в год ну буквально три-четыре миллиона тонн это для такой магистрали ничто сейчас грузооборот бама порядка 14 миллионов тонн то есть это уже где-то примерно втрое выше вот это вот самого низкого но падения вот если же мы сравним с трансибом то тот двухпутка конечно он по-другому оснащен но трансиб перевозит в год 180 миллионов тонн пока еще расти и расти так расти и расти но есть потенциал роста потому что вот оценки были абсолютно можно зачитать даже кое-какие оценки которые были вот после того как бам построили советский союз распался и наступила вот это вот вот эти темные года как бы мы сейчас сказали вот помните станислав говорухин когда он после падения ссср решил вспомнить россию которую мы потеряли и снял фильм он такую характеристику давал вы когда нибудь были на баме давайте проедемся с нами сколько искалеченных молодых судеб как искалечено испоганина вся земля убито все живое вокруг этого вечно строя а вот ты как раз когда мы с тобой готовились передача ты говорил что ты сейчас ехал и как раз в купе у тебя были старые бамовцы что они тебе рассказывали вот это очень интересные истории я ехал и все четверо суток чуть ли не непрерывно слушал я не успел записать все то что они говорили но это конечно было уникальное везение и совпадение то что я ехал вот такую экспедицию с определенной целью достичь такого-то пункта и вот увидеть вот эти отдаленные железные дороги и со мной ехали как раз двое старых дедов даже не очень старых одному было 66 второму 67 но факт что оба они начинали в 74 году ехали туда по призыву брежневскому и кое-что я успел с ними обсудить и записать это можно сказать такие очень жизненные вещи о том как их примировали и поощряли как вообще бамовец работал в каких условиях и что он мог заработать и вывести оттуда вообще в советское время зачем он туда ехал вот давайте посмотрим некоторые моменты но на бам ехали конечно не только за романтикой надеюсь это все понимают ехали туда за длинным руб за длинным рублем ехали туда за машинами и вот можно сказать про вот как как советский союз выстроил систему поощрение работников бама почему туда ехала молодежь со всего ссср почему там они оставались закреплялись где строили семьи в общем-то заселяли вот эти вот все молодые города как их привлекал но вот допустим одной из самых привлекательных возможностей это были сертификаты на машины значит как это выглядело на практике приезжает туда молодой специалист или молодой рабочий устраивается и с момента устройства он имеет право встать в очередь на сертификат машинный на легковую машину которая тогда была большим дефицитом в советском союзе на сертификат нужно было работать два с половиной года непрерывно но это не такая большая немного ну в общем не особо большого условия условия как это делалось из зарплаты вычитали фиксированную сумму по договору смотря на какой сертификат он работал он мог например самый дешевый сертификат на запорожец был но на него не любили вставать потому что зачем запорожец может быть и так как-то в основном это конечно самые ходовые были это жигули лады и нивы на втором месте москвичи вот на волгу не очень любили вставать потому что она была самая дорогая вот ну кто хотел понтов тот вставал вычитали фиксированную сумму по договору но допустим вот у меня пример я разговаривал со своим попутчиком он на стоял на ладу вас 2103 с него вычитали 250 рублей в месяц приличные деньги давайте разберемся зарплаты зарплата на баме средние было приблизительно 700 рублей это было выше среднесоюзные примерно в три раза у меня родители с высшим образованием инженеры получали мать как преподаватель доцент кандидат наук получала 330 но но как бы коэффициента у меня никаких центов ничего понятного дело но это просто для понимания зарплат чистыми так сказать у него было 330 700 рублей это конечно 700 рублей получал он не сразу потому что он должен был заработать в полтора раза надбавки на это уходила там три по моему года но сам факт что он сразу же получал коэффициент и сразу же мог встать на сертификат на очередь это можно сказать своего рода валюта и вот ребята они один был с которым я ехал он был инженер путеец а второй был водитель с первок раза потом магируса так вот он получал в среднем 700 рублей 650 680 700 где-то у него выходило 250 вычитали и таким образом оставалось больше 400 рублей на жизнь то есть тут достаточно а куда это можно было потратить до особо никуда они тратили там на все куда-то ехали в отпуск например опять же отпуск нужно сразу пояснить раз в два года отпуск полностью оплачивалась дорога на бамовца и на одного члена семьи то есть он мог вывести например взрослого ребенка или жену это это все оплачивалось на раз в два года а средняя зарплата водителя я уже сказал что порядка 700 рублей путеец получал приблизительно 580 600 рублей это совсем другие зарплаты как на закрепление действовали могли лишить права на сертификат но по ходатайству парткома или правкома или по ходатайству естественно милиции за уголовку любую значит за антипартийное поведение под которым могло например ну какое-нибудь распутство там развод некрасивый там супругой там бросить жену с детьми там вот подобные случаи все они могли быть подведены под такое вот поведение за уклонение от элементов если обнаруживает сразу снимали сертификата так вот проходило два с половиной года он получал желанную бумажку сертификат на гербовой бумаге и мог получить свою машину в любом пункте из советского союза включая от львова до владивостока за месяц известив магазин о своем намерении то есть магазинов было несколько десятков таких которые продавали машины но в основном конечно покупали либо на украине либо где-то в краснодаре на кубани либо в средней полосе россии москва ленинград воронеж вот в таких пунктах затем он мог либо гнать ее к себе на бам и ездить там на ней что делали не очень многие а в основном они либо оставляли ее там где куда собирались когда-то переехать неизвестно когда приезжали ездили на своей машине в отпуск либо перепродавали ее на месте причем новая лада тогда стоила до трех номиналов чтобы перепродать потому что та цена которую на нее было 7 300 7 900 разные модификации она в общем-то была установлена государством и не мог гражданин ссср просто так пойти и купить ладу ближайшем авто магазине это был огромный дефицит поэтому вот процветала еще и такая то есть два-три номинала мог получить на да мог получить два много было обманов вот тот дед с которым я разговаривал вот водитель магируса он сказал что он успел заработать на вами три сертификата два сертификата он или реализовал нормально то есть на одной машине он ездил одну перепродал одну в результате жульнической операции у него большая часть денег просто ну ушла в никуда и такое такое тоже было то есть на этом советские жулики тоже естественно то есть ты мог заработав на один сертификат встать на другой никто не смотрел количество сертификатов которые ты таким образом человек имел фактически некий премиальный фон да человек имел очень серьезный мотив оставаться там работать на каких-то вот таких тяжелых работах например водителем и отсыпать какой-то щебень на насыпь и работать годами повышать свою профессиональную квалификацию не вступать в какие-то скандалы вести себя более менее нормально чтобы не попадать в милицию не попадать в уголовные дела иначе он лишался всех вот этих вот льгот а те кто нормально работал вот они получали такие льготы причем на перегон машины совершенно законно по законодательству по экзоту давалось при до плюс 10 дней к отпуску очередному то есть вот он свою машину купил где-нибудь в ленинграде мог перегнать в тынду законно и добавив к отпуску 10 дней ну вот мне пишут они мне говорили что в 1981 году он один из сертификатов купил машину и продал 27 тысяч рублей а что с этими деньгами можно было делать ну можно дом купить дом купить где-то ну то есть в теплых краях в теплых краях так и сделал вот человек купил выстрый дом город истра под москвой да вот он там сейчас в этом там и живет там и живет но он отработал на баме 26 лет это очень много и уехал только когда вот все разрушилась когда все закончилось и так только тогда он уехал бросив там квартиру вот в поселке а снабжение как там было то есть по каким нормам они снабжались по высоким нормам на бамовцев выделялось много импортных вещей и вот эти вот когда советский союз закупал в японии и в германии машины и оборудование то в этот пакет входило еще и товары народного потребления то есть в той же японии например закупали аляски большими партиями но это куртки так аляски вот аляски закупали различные там одежду закупали закупали двухкассетники которые были страшно модные тоже несколько номиналов стоили и распределялось по бамовцев по ударникам ну естественно там перепадала куда-то там портком правком все это какая-то доля оседала но дело в том что мы должны помнить что это было уже там не 90-е годы когда слишком большая вот это вот уже спекуляция расслоение а тогда человек люди могли просто написать коллективную жалобу в портком на какие-то там злоупотребления то есть особо все таки не развернешься ну да и спереди спекуляции можно было отправиться в бхсс и сразу быстро значит можно было что этот водитель он водил и краз и магирус да я так понимаю что вообще бам был таким центром поставок импортной тяжелой техники какие-то прозвища этих техники были да он много рассказывал именно вот об этой стороне своей работы то есть как он перешел от кразок когда человек водитель вербовался в европейской части страны и уезжал на бам работать конечно ему давали технику поплоше работали там из советских машин работали кразы и мазы камазов почти не было почему-то не знаю почему они сами удивляются но камазы были считаны а вот краз был самым массовым кременчугского завода и мазы у маза было прозвище людоед такое страшненько я спрашиваю почему говорит людоед потому что за он съедает три водителя за четыре года почему условия работы на кразе очень сложные на кразе на мазе на кразе на кразах кразащита но пользовались самой плохой репутацией потому что во первых у него очень сложное обслуживание у него 112 точек смазки еженедельно для того чтобы его эксплуатировать вот при этих низких температурах в этих экстремальных условиях у магируса две точки и не еженедельный то есть там вообще раз в месяц можно было к нему приходить и вот они мне говорили что если не делать это т.о. но машина начинала через полгода сама рассыпаться во-вторых крас крас да во вторых в магирусе можно было работать просто в рубашечке зимой вот в эти вот морозы минус 45 градусов там были прекрасные двойные печки с обдувом прекрасной изоляцией теплоизоляции а на кразе все поддувало печка была одна и очень топорная и поэтому на кразе водителям платили на 40 процентов больше чем на магирусах но все стремились на магирус магирус был поощрением потому что ты получал все бамовские льготы но работал на такой технике где износ твоего организма был ниже ну не знаю может быть на те же 40 процентов больше наверное он мне говорит что работа просто на кразе была адовая по нагрузке буквально в буквальном смысле потому что там все рычаги силовые нужно было применять силу там очень мало было вот этих вот гидроусилителей там все было ручно да потом на магирусе была блокировка при неверных действиях а на кразе нет если ты разогнался и съехал с насыпи ты просто там перекувыркнешься на нем а магирус блокировался при определенном угле съезда то есть когда он там занес сколько-то градусов уклон превышал он просто все у него тормоза автоматом блокировались там был датчик и он просто застывал так сказать на съезде с с насыпи но и по цене крас был в 4 раза дешевле а ресурс был его в 5 раз меньше то есть крас служил три года интенсивной работы этот 15 вот такая вот разница была но достаточно много они рассказывали вот про это примирование потому что кроме вот этих вот машинных льгот они еще имели право на бронь на материке если они оставляли квартиру там в каком-то городе европейской части например он ехал из воронежа у него там была там двухкомнатная квартира уезжая на бам на эту квартиру сохранялась бронь он просто платил квартплату и за ним все сохранялось таким образом за 10 лет непрерывной работы он мог три раза заработать на сертификат как минимум и обзавестись накоплениями скажем на кооператив на трех на четырехкомнатную квартиру где-то то есть вот такое закрепление кадров было платили именно для того чтобы там кадры удерживались и квалифицированные с высокой зарплатой а вот при проектировании ну то что я читал получается так что это все-таки через горн гористую местность да и очень многие участки проложены так что там достаточно то есть тяжеловесных поездов нельзя пустить насколько вообще вот это была оправдана и как это сейчас преодолевается это немного не так поясню почему в начальном процессе строительства бама тоннели не были готовы основные даванский тоннель серия байкальских тоннелей самое главное северомуйский тоннель так вот делали временные обходы на которых были очень высокие уклоны и там действительно нельзя было пропускать нормальные полновесные поезда поэтому к ним либо цепляли толкач который на небольшой скорости помогал вести поезд либо разбивали поезд на части и вот эти вот части вели через такие временные обходы и затем снова собирали полноразмерный состав конечно это было очень неудобно и дорого и по мере сдачи вот этих тоннелей возможность ввести поезд одного веса она увеличивалась единственной точкой к 89 году когда бам приняли в постоянную эксплуатацию оставался северомуйский тоннель где соорудили обход который даже электрифицировали но там действительно на этом обходе были очень высокие уклоны сложный рельеф и к нему прицепляли дополнительных два локомотива в середину и в конец и вот вели в таком составе через вот этот вот обход а почему северомуйский тоннель занял там строительство получилось чуть ли не 25 лет да практически когда его начали строить планировали на него потратить 11 или 10 лет но когда они дошли до какого-то разлома возможно это было недостаточно тщательное геологическое обследование а может быть просто в этой толще земли не знали на что они натолкнуться и случилась авария приблизительно после шести или семи километров прокладки завалила вот этот вот участок и все потом пришлось начинать сначала то есть просто на вот такой наткнулись форс-мажор и обход фактически работал восемьдесят девятом году сдали магистраль а северомуйский тоннель во временную эксплуатацию пустили в 2001 а в постоянную в 2003 14 лет и он однопутный и он однопутный да то есть это тоже как бы такая узкая точка он не просто однопутный а тоннель по которому идет поезд он изогнутый и при проходе через вот эти вот изогнутости через кривые некоторые из видов грузов там не могут быть пропущены негабаритные но которые можно пропустить на открытом пространстве но внутри этого тоннеля некоторые из грузов нельзя ну например какие-то большие блоки для электростанций допустим есть такие виды грузов то есть ограничение действительно существует но тем не менее когда сдали северомуйский тоннель то появилась возможность пропускать поезда уже полновесные по всей длине без вот этого переформирования сейчас это ну то есть по крайней мере сейчас бакаламурском регистрации функционирует в полном так скажем объеме не требует там дополнительных усилий дополнительных усилий она все-таки требует дело в том что она частично электрифицирована до станции таксимо в бурятии а дальше она является полностью тепловозной тепловозы конечно дороже в эксплуатации и чтобы поезд вести им требуется больше усилия большие затраты они тратят дистоплива электровоз берет из контактной сети и даже еще возвращает при рекуперации при спусках поэтому работать над этим еще придется и если электрифицировать собираются прокладывать электрификацию дальше но это все коррелироваться должно с ростом грузопотока и с укладкой вот вторых путей сейчас там 12 миллионов тонн для такой магистрата 14 говорил но 12-14 вот где-то вот в этих вот пределах колеблется а сейчас у него кроме двух функций которых я говорил мы уже сказали что это у стратегическая роль и народно-хозяйственно-экономическая сейчас добавилась транзитная роль то есть некоторые виды грузов и некоторые виды массовых грузов то есть есть грузы специальные которые не хотят пропускать по транссиву где высокая населенность допустим военные возможно какие-то там ну стратегично опасные пропускают через банк а сейчас через банк еще везут массированно уголь от которого задыхаются все магистрали потому что сейчас цена на мировом рынке на уголь высокая и россия экспортирует очень много угля через все свои ворота и через услугу и через черноморский бассейн и через тихоокеанский бассейн то есть вот через порты советской гавани восточный пропускаются по баму часть угольного трафика а есть шанс что весь транспортный трафик в смысле вот грузовой трафик переведут на бам и освободят транспортный трафик для пассажирского нет такого шанса нет чтобы добиться такой сверхцели это нужно увеличить грузопоток по баму больше чем в 12 раз я не думаю что это реалистично потому что транспортный трафик конечно абсолютно другой по оснащению он полностью не просто полностью электрифицирован там объединенное управление движением и там конечно инфраструктура станций совсем другая длина приема отправочных путей но очень много характеристик тяжелые рельсы тяжелые мосты там в общем все по высшему разряду сделано и транспорт может пропускать очень интенсивный поток вам пока такой поток не может пропустить чтобы это сделать но туда вложить нужно астрономические средства сейчас хотя бы так он сейчас вышел уже на самоокупаемость и вроде бы как говорят что сейчас он где-то вот на ноль может быть чуть-чуть даже с прибылью то есть те инвестиции которые у него вкладываются они покрываются прибылью от пропуска грузов по магистрали после пассажирское движение там совсем небольшое вот так грузов уже достаточно много но во всяком случае вот в три три с половиной раза больше чем было вот на этом вот минимуме конца 90-х годов первый подход вообще к строительству бама когда он был первый подход к баму случился в 1932 году когда решили строить бам еще по сокращенной схеме тогда образовали бамлаг так называемый это было подразделение гулага нквд ссср а начальником был назначен сергей мрачковский образовали управление бамлага в благовещенске достаточно далеко от стройки и этот подход сперва не пошел потому что немедленно выявились огромные сложности в вербовки специалистов нужны были чтобы строить специалисты и много железнодорожные это и мостостроители это и геологи это и те люди которые решают проблемы с вечной мерзлотой очень много там проблем так вот с комплектованием дело не пошло и в тридцать третьем году мрачковского снимают то есть недолго он совсем проработал посчитали что он не справился со своим делом и назначают туда нафталий ароновича френкеля о котором мы говорили уже выпуске про трансси того сам про войну войну и войну он отметился почти везде так вот нафталий френкель когда приехал туда во первых было переведено управление город свободный ближе к стройке а во вторых френкель стал немедленно заимствовать все свои приемы которые он применял при строительстве беломор канала во первых он перетянул с кадров беломор канала множество специалистов в том числе и тех специалистов которые сидели и образовал достаточно мощное управление в свободном то есть ну он да был человек достаточно оригинальный по своим методам и свою так сказать епархию он вербовал любыми методами но у него была сильная сторона он умел выявлять специалистов и старался их вытащить любыми путями вот как раз на основную сферу деятельности и управление бомлага было приблизительно на 50 60 процентов укомплектовано формально заключенными инженерами ну которые постепенно по мере стройки и окончания сроков окончания сроков они освобождались оставались уже там вольно наемные некоторые получали уже даже ордена за вот эту вот стройку и вот его руководство привело к тому что к 38 году малый бам был построен эта линия бам тында это та линия которая подходила к столице бама нынешней тэнди и от которой должны были строить в обе стороны линию вот именно самого основного бама начали строить линию и от тайшета но тут наступила война и первый сталинский подход заморозили сорок второму году все работы прекратили а в сорок втором году наиболее тяжелом военным для транспорта рельсы с линии бам тында сняли и увезли их на волжскую ракаду строили это как раз это как раз для преодоления вот этого кризиса это подводящая линия к сталинграду то есть она шла от куйбышева через саратов камышин к сталинграду вдоль волги важнейшая линия которую строили абсолютно срочными путями в неподготовленной местности использовали временные какие-то решения деревянные там мосты через небольшие речки и балки вот но во всяком случае бам пошел на вот эту ракаду а строили поскольку волга была перекрыта да или в чем в чем была задача вот это дело в том что от основных мощных магистралей от южноуральского ухода транссиба не было нормального прямого сообщения со сталинградским районом из при сталинградским то есть саратовом как вообще противодействовать немецким войскам быть в этом районе это была проблема и поэтому линия строилась за несколько месяцев очень срочно и вот пошли на то что демонтировали целых две дальневосточных линий во первых вот эту которую сказал и во вторых сняли рельсы с линии известковой ургал которая под подходила к другому участку будущего бама с них сняли рельсы и они общем пошли на в топку сталинградской битвы были брошены как мы знаем сейчас не зря вот затем когда закончилась война наступил второй сталинский подход начали строить линию сперва от тайшета к реке лени вот как раз к тому усть куту где северный завоз был создан порт осетрова значит ее построили примерно к пятьдесят первому году эту линию до реки лены начали строить и от комсомольска на запад чтобы этот бам соединить потом в районе тынды успели построить до ургала частично но в марте 53 года умирает товарищ сталин стройка замораживается и ресурсы которые не успели достроить но они просто как бы не то чтобы даже были брошены они отданы в ведомственное пользование мпс под свой баланс не взяло эту линию она функционировала в состоянии такой хлипкой полу готовности и эксплуатировали связисты эксплуатировали местные власти но общем она пришла плачевное состояние уже лет через 15 после эксплуатации можно сказать это не было линии общего пользования то есть второй сталинский подход привел к тому что достроили запада вот до реки лены и наконец третий подход брежневский который уже оказался самым результативным и самым эффективным он уже строился комплектование кадров шло не путем образование лагпунтов и переброски заключенных в те районы была объявлена всесоюзная комсомольская стройка наборы во всех крупных городах мегаполисах то есть молодые отряды комсомольцев различных профессий из ленинграда москвы горького киева и других крупных городов поехали на бам строить магистраль причем тогдашнее руководство очень оригинально решила проблему комплектование кадров каждая крупная станция была закреплена либо за какой-то союзной республикой либо за каким-то крупным городом который отвечал за ее возведение и вносил в ее облик свои индивидуальные черты но например город северо-байкальск и северо-байкальский вокзал строил город ленинград москву строила вы вернее москва строила тынду столица столица столицу бама считалось тында там было управление байкало-амурской магистрали например какие-то станции и городки строили союзные республики новый уаян например литовская сср станцию кюхельбекерская армянская республика и каждая приносила в облик своего населенного пункта и вокзала свой национальный колорит вот мы когда сейчас проезжаем перед северо-муйским перевалом станцию кюхельбекерская мы видим облицованный розовый туф это армения сразу узнавая все это до сих пор сохранилось все это сохранилось поддерживается в относительно неплохом состоянии вот я приезжаю на станцию новый уаян которая тоже недалеко там от северо-муйского перевала и я вижу литовскую школу градостроительства которые ну вот тот облик то есть как бы литва давным-давно отделилась она сейчас в блоке нато и в евросоюзе но ее след остался на баме и так это относится ко всем практически союзным республикам станции ангоя мы сразу видим такие мотивы самарканда это узбекская сср и так далее а в индию нет вот этой кольцевой много ттк и всего остального такого нет но московский след тем не менее там есть сейчас когда едем по баму я ехал и активно фотографировал вокзалы конечно очень впечатляет вот этот вот интернациональный след вернее он даже национальный след каждый но вместе если сложить получается интернационал то есть советский народ считалось что это общность которая формируется и будет она единой и сейчас вот это все как бы индивидуально очень то есть там нет так типового вот если когда я был в северобайкальске мне с гордостью повели показывать вокзал посмотрите наше ленинградское чудо и действительно такой авангардистский вокзал такой с мотивами там модернизма таких 70-х годов с большим остеклением с вагнутыми линиями кривыми то есть уника уникальное сооружение да и сейчас помню все это город ленинград строил с его и школой уникальный градостроительство то же самое сделали очень грамотно посылали на бам целые десанты композиторов художников ансамбли приезжали гастролировать ансамбли поощряли сочинять песни обами если мы вот сейчас вспомним то есть остались например до отправления поезда осталось пять минут песня дайте помните дорога железная как ниточка тянется это вот до плана бамовский вальс самоцветы пели тоже это все наследие байкало-амурской магистрали культурная огромное количество картин у меня есть в телеграме канал веду минутка транспортного искусства и вот там бамовских живописцев ну наверное десятка два то есть писали самые разные сцены и теперь это уже вот часть нашей культуры нашего наследия ну скорее истории конечно но и изобразительного наследия от определенной школа каждый живописец он как бы представлял свой неповторимый стиль узнаваемый и мед сейчас видим глазами и живописцам тогдашнюю жизнь очень интересно смотреть если говорить о перспективах развития бама то что мы что что можно выделить как основное направление основные направления основное направление это экономическое народно-хозяйственное освоение и усиление его транзитной роли поскольку у нас сейчас наладилось транспортное взаимодействие с японии то контейнерные поезда можно пропускать и через бам не загружая уже транспорт который просто захлебывается от потока грузов это хороший заработок ну во вторых это конечно все месторождения которые лежат в зоне влияния бама где-то плюс минус 100 километров в разные стороны от дороги они как раз там уже экономическая эффективность такова что можно проложив боковую линию небольшую получить уже эффект прибыль для своего предприятия но и для страны как бы тоже вклад плюс еще не нужно забывать о том что к баму прилегает амура якутская магистраль который вот даст вот вот достроена на правда было уже семь лет назад но во временном во временной эксплуатации 27 июля прошел первый пассажирский поезд до станции нижний бестях это практически до реки лены около якутска вот где я был и на чем я писал это больше тысячи километров если считать отранссиба с пересечением через бам и она тоже будет добавлять грузового трафика да и пассажирского тоже баму потому что она выходит на бам и кратчайший путь в европейскую часть россии это через байкал-амурскую магистраль а вот не было вообще ну такой вопрос может быть надо было же там не железную дорогу строить автомобильную как в америке начали делать или вообще вот есть альтернатива так сказать дело в том что автомобильная дорога не смогла бы справиться с потоком генерального груза который железная дорога перевозит более эффективно а что это такое это рудные грузы это возможно минеральное удобрение это уголь но представим себе угольный состав в 90 вагонов каждый из которых 70 тонн грузоподъемностью 6000 тонн теперь попробуем посчитать сколько нужно самосвалов 20 тонн их чтобы перевести один состав в 6000 тонн генерального груза то есть мы можем 6000 поделить на 20 и получим сколько это 300 300 машин но каждый водитель это 300 водителей количество литров топлива совсем другое да то есть вот поэтому спасибо большое сергей до новых встреч у нас еще впереди обсуждение роли железнодорожных перевозок в первую мировую и гражданские войны смотрите нас на канале тактик медиа